Руслан, здравствуйте! Я рада приветствовать вас в нашей студии. Людмила, добрый вечер. Руслан, в каком году зародился проект, как возникла идея, чем была обусловлена необходимость создания такого предприятия? В 2020 году была встреча главы региона Вячеслава Зименхановича Битарова с жителями Моздокского района. Они пожаловались на то, что в районе много молока, но его некуда сдавать, поэтому есть проблемы. Большая часть молока вывозится за пределы района. И после этого у нас была встреча уже в Министерстве сельского хозяйства, где мы обсуждали вопрос возможного участия в строительстве в Моздоке завода. Министерство нам пообещало поддержку, как и глава региона. Мы с партнерами подумали и решили этот проект реализовать. Поучаствовали в грантовом конкурсе, выиграли. Дополнительно нам инвестиционный совет выделил земельный участок без проведения торгов в Моздокском районе. И вот так эта идея, которая зародилась, ее начали реализовать. В 2020 году вы получили господдержку в виде гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики о возведении мини-предприятий по переработке животноводческой продукции в разных районах Республики. Мы участвовали в конкурсе, были выделены средства и хозяйства были созданы. То есть там были как КФХ участники кооперативов, так и предприятия по переработке. И в силу разных причин, о которых, наверное, мы еще поговорим, одно из предприятий мы планировали открыть в Алагирском районе. В принципе, оно было уже готово к запуску. И второе предприятие в Моздокском районе. К сожалению, сначала из-за пандемии, потом из-за проблем с подведением газа, нам пришлось скорректировать проект и перенести место реализации проекта из Алагирского в пригородный район. То есть сыроварня сейчас функционирует в пригородном районе, в селении Ир, уже выпускает продукцию. Ну и завод в Моздокском районе мы планируем запустить уже во втором квартале этого года. Вот давайте более подробно поговорим о проекте, который уже реализован. Какая продукция выпускается, какие объемы? На данный момент там выпускается сыр. В основном это остинский сыр, как свежий, так и соленый. И выпускаем масло. Расширять продукцию, в принципе, у нас возможность есть. Но на данный момент есть пока проблемы со сырьем. То есть нам не хватает молока. Этот вопрос тоже поэтапно решается. И на данный момент мы разово можем переработать две тонны молока, но можно этот объем в два раза увеличить. Но я думаю, что весной и летом, когда больше станет молока, мы объем нарастим. А потом уже те предприниматели малые формы, хозяйственные, которые с нами начнут работать весной и летом, я думаю, мы их сохраним и уже объем у нас уменьшаться не будет. Основная задача и посыл, насколько я понимаю, был в том, чтобы молоко закупалось исключительно у местных фермеров. Да, все верно. Но на данный момент у нас присутствует дефицит. Но, честно говоря, по сравнению, допустим, с 2020 годом, у нас увеличился объем переработки в республике. То есть действующие предприятия увеличили объемы, ну и плюс открылись новые. Поэтому у нас сейчас небольшой дефицит молока наблюдается. Я думаю, что с открытием нового завода дефицит именно местных поставщиков также сохранится. Но, как говорится, спрос рождает предложение. И я думаю, это то направление, которое активно минсельхозом поддерживается. Я думаю, они увеличат и обратят свое внимание еще больше на это направление. Тем более, Моздокский район, он благотворен для того, чтобы... Да, там есть все условия. Я думаю, они объем молока нарастить смогут. Руслан, хотелось бы поговорить о государственной поддержке. В рамках вашего проекта, насколько она была ощутима? Господдержка – это очень важно. То есть тот инвестсовет, который работает при главе региона, это очень хорошая поддержка. То есть земельные участки можно получить без проведения торгов. Плюс, конечно, грантовая поддержка и субсидии, которые есть у Министерства сельского хозяйства. Они тоже играют большую роль. Где-то это на старте очень полезно. А для тех предприятий, которые работают, субсидии, которые можно получить на уже закупленные, введенные в эксплуатацию оборудования, конечно, большая польза. Потому что, ну, я, по крайней мере, не знаю бизнесменов, которые получили субсидии и купили себе дом где-то на Канарах. Потому что почти все те же самые деньги опять инвестируют в производство, в какие-то проекты у нас в регионе. И это очень важно. И я бы хотел сказать, что эту программу и пример Минсельхоза я бы, честно говоря, транслировал и на другие направления. Везде, где есть производство и промышленность, это было бы очень кстати и полезно. Если говорить о первом предприятии, когда вы его перенесли, в каком году из УНАВА? Мы его перенесли в 23-м году, в начале, и в прошлом году и запустили. То есть, к сожалению, там вот проблема с газом. Оказалось, что Нижний УНАЛ – это заповедная зона. И для того, чтобы согласовать там подведение газа, пришлось переделывать проект. Его опять повторно «Газпром» согласовывал в Москве. И из-за этого вопрос затянулся. Ну и даже когда они его стали проводить, то в первую очередь, конечно, это подведение к жителям. А район Аллагирский, он самый большой плюс. Сейчас идет социальная газификация. И, конечно, в первую очередь газ подводят к местным жителям, которые там живут. Ну, я думаю, что тот объект, который у нас в горной местности есть, он в ближайшее время тоже его газифицирует. Мы немного скорректировали проект, и там тоже производство сельхозпродукции нами будет запущено. Фермеры, которые работают в Аллагирском районе, они имеют возможность сейчас давать свое молоко вам уже здесь где-то? Да, возможность у них есть. Ну, честно говоря, немного лишнего молока у этих фермеров, потому что те, кто там работает, они в основном его сами перерабатывают, делают из него сыр, еще какую-то продукцию. И, скорее всего, им так выгоднее. Но, в принципе, да, они, конечно, могут его нам тоже поставить. С какими препятствиями встречается бизнесмен на производственном этапе? Для бизнесмена, в принципе, нет проблем, которые он бы не решал. Есть задачи, наверное. В рабочем порядке, да, есть задачи. Но если говорить о том, что было немного легче, ну, конечно, это длинные деньги и льготные кредиты. Они, в принципе, и у Минсельхоза есть, и у Минпрома есть. То есть, ими нужно активно пользоваться. Может кто-то и не знает, но мы стараемся все меры господдержки активно использовать. Ну и, конечно, вопросы, связанные с госмонополиями, это техусловия, это подведение коммуникаций, тоже вопросы очень актуальны. Вот, честно говоря, если бы курация какая-то со стороны вот этих органов, чтобы быстрее это все происходило, потому что иногда вот подключение электричества или газа, даже от границы участка, может занять там и год, и полгода. То есть, эти проблемы, к сожалению, бывают. Поэтому не всегда там, наверное, есть и техническая возможность, но все-таки я думаю, что для развития бизнеса это очень важно. И вода, и водоотведение, вот все эти коммуникации очень важно. Руслан, хотелось бы вернуться к проекту, который будет реализован в Моздокском районе. Что уже сделано и когда вы планируете сдать этот объект? На данный момент все производственное оборудование уже закуплено. Я думаю, что в феврале начнется его обвязка. И мы планируем во втором квартале этого года начать запуск, уже пусконаладку и выпуск продукции. Руслан, новые предприятия, это, как всегда, для района новые рабочие места. Сколько человек будет работать в Моздоке? В Моздокском районе мы на первом этапе планируем около 30 рабочих мест. Там, конечно, будет зависеть и от объема продукции, и от реализации. В дальнейшем, я думаю, их станет еще больше. Сейчас, учитывая, что мы очень активно работаем в программе сельхозкооперации, суммарно созданных рабочих мест у нас больше 100. Ну и планируем их, конечно, развивать, потому что это для региона очень важно. В рамках сельхозкооперации были как действующие проекты сельхозпроизводителей, так и новые. И те действующие, которые есть, их удалось расширить, увеличить объем выпускаемой продукции. И за счет этого мы, конечно, увеличили количество рабочих мест. После запуска предприятий вы планируете сбыт вашей продукции только в рамках республики или далеко за ее пределами? Продукцию мы реализуем по всей стране, потому что, допустим, если говорить про астинский сыр, нам его пока хватает только для Осетии, и то не хватает. Но помимо этого мы выпускаем, допустим, астинские пироги, заморозки, которые у нас уходят не только по стране, мы их и за пределы поставляем в Соединенных Штатах Америки, какие эта продукция есть. Есть у нас продукция мясной переработки, которая тоже в основном пока по югу России продается. Поэтому география у нас широкая, и я думаю, что возможностей для роста очень много. Сейчас жителям села приходится выезжать за пределы, покупать молочные продукты в городе. Ваш цех даст возможность приобретать качественный продукт уже в рамках района? Мы стараемся, чтобы наш продукт был во всех магазинах. То есть, если говорить про колбасную продукцию, которую в том числе производят участники кооператива, то она сейчас есть практически в каждом магазине республики. Мы ездим. У нас доставка работает и в горные районы, и на равнине. И с запуском Моздокского завода я думаю, что молочная продукция тоже будет во всех районах республики. Руслан, на твой взгляд, почему сегодня так важно развивать эту отрасль, и почему так важен этот проект? Проект для республики очень важен, потому что, во-первых, мы потребляем очень много сыра. Мы его любим, мы с детства на сыре выросли. Но, к сожалению, сейчас большую часть сыра нам в республику приходится завозить. Поэтому, чем больше мы сделаем, тем лучше. Но я хочу сказать, вот по примеру других регионов, что сыра можно производить не в 2-3, а вот в сотни раз больше, чем мы его производим сейчас. Поэтому мы ставим такие амбициозные задачи перед собой. Мы направили документы на закрепление региональных брендов «Остинские пироги» в Роспатент, чтобы они были закреплены за регионом. Сейчас ждем. Пока нам обещали в конце 2023 года, пока не ответили, но я думаю, что все будет нормально, и в ближайшее время все-таки ответ получим. Есть закон о региональных брендах. И следующим этапом мы такой же комплект документов от Союза производителей направим на «Остинский сыр». И после этого, я думаю, что дополнительно это даст возможность нашим производителям значительно увеличить свой объем выпускаемой продукции, ну и даст, соответственно, рынки сбыта. Руслан, реализация, как вы сказали сами, амбициозного проекта сможет ли в будущем обеспечить нашу республику сыром на все 100%? Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы это сможем сделать, и активно мы хотим, чтобы по всей стране «Остинский сыр» был во всех регионах и во всех магазинах. Сейчас мы «Остинскими пирогами» практически в каждом регионе России наша продукция есть. Я говорю не только про наше предприятие, но и про те компании, которые тоже из республики. То есть, что касается заморозки... Ну а какой же «Остинский пирог» без «Остинского сыра», Руслан? Да, да, да. Поэтому я и говорю, и пироги, и сыр, я думаю, что должны быть в каждом доме, не только в Осетии, но и по всей стране на первом этапе. А дальше будем развиваться. Руслан, я благодарю вас за то, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию. Удачи вам! Спасибо большое!